У Воскресной школы Свято-Владимирского собора в Херсонесе появилось новое здание. Ранее оно принадлежало Черноморскому флоту России, а недавно было передано для нужд самых маленьких православных севастопольцев. До этого времени воспитанникам Воскресной школы, которых с годами становилось все больше, приходилось тесниться в двух небольших комнатах. У нас была старая школа, но мы из нее ушли, потому что у нас много очень детей, и нас перевелись в большую школу. Все рады были. Она же больше, чем маленькая была. Больше людей помещается, детей. Она очень красивая, просторная. Здесь много классов. Большая трапезная. Началом жизни новой воскресной школы стало ее освящение. Богослужение возглавил митрополит Симферопольский Крымский Лазарь. Его высокопреосвященство сослужило духовенство Севастопольского церковного округа. Соборная молитва объединила учеников, их родителей и наставников, а также тех, чьими трудами созидалась Воскресная школа. Основную часть расходов взял на себя севастопольский меценат Павел Лебедев. Его усилиями уже удалось возродить первый храм Свято-Владимирского мужского монастыря, освященный в честь семи священномучеников херсонесских. Обеспечить юных севастопольцев новой, красивой, светлой и теплой Воскресной школой стала еще одной задачей, которую поставил себе благотворитель. Я Бога благодарю, что у нас есть такие прекрасные люди, как Павел Валентинович, который не пожалел своей копейки и привел в порядок это, когда-то, сами знаете, полностью разрушенное здание. А сейчас душа радуется, что наши милые детки, которые должны, конечно, все знать о Боге и должны научиться молиться по-настоящему, я думаю, что, не думаю, а уверен в том, что Воскресная школа этим деткам поможет это сделать и осуществить. Нам навек запомнится этот важный день, потому что с радостью именно сейчас школа наша новая приглашает вас. Когда видишь эти прекрасные улыбки, эти молодые, сверкающие глаза, понимаешь, что только ради этого мы живем. И ради вас мы творим чудеса. И ради вас мы хотим, чтобы в нашей стране было лучше. И поэтому у вас все впереди. Новая школа распахнула двери для 75 учеников трех возрастных групп. В каждой группе у нас преподаются разные предметы. Если это младшая группа, то у нас идет закон Божий и рукоделие обязательно. В средней категории это также закон Божий, также они изучают церковнославянский язык и рисование. По субботам у нас планируется вводить новые кружки. Это и гитара, и резьба по дереву, и батик, и военно-патриотические кружки. Все делается для того, чтобы детям было интересно. Мой любимый предмет – резьба по дереву, потому что мы можем вырезать всякие фанеры, мы сейчас делаем воздушные змеи, и думаю, что мы еще будем что-нибудь хорошего делать. Конечно, дети сюда просто бегут с большим удовольствием, с большой радостью. Они не воспринимают это как обязательные какие-то занятия, не воспринимают это как вот такой вот, ну может быть я скажу, конечно, немножко неправильно, но клуб по интересам. Более того, все это объединено верой. Это очень важно. Они сами не замечают, как они втягиваются, как они сами при первой же проблеме в той же школе хватают молитвослов, начинают молиться, то есть чтобы там Бог хорошую оценку послал или там контрольную полегче. Вот так сейчас, да. Вот сейчас у нас вот так. На сегодняшний день школа полностью готова к встрече юных воспитанников. Завершены ремонтные и отделочные работы, закуплены мебель и оргтехника для кабинетов. Совсем скоро двухэтажное здание наполнится звонкими голосами самых маленьких православных севастопольцев. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния.